Всем привет, друзья! Два года назад я пытался пофантазировать, какой могла бы быть Diablo 4. Посмотрите, кстати, это видео, если вам интересно, в чём-то я тогда наивно заблуждался, например, когда прогнозировал анонс второго аддона к Diablo 3 на Блесконь 2016 года. По каким-то вопросам я с тех пор своего мнения не изменил, но за прошедшие два года у меня появилось что добавить. Я считаю, что начиная со следующей части, не какого-нибудь ремастера или аддона, а именно полноценной части, над которой уже наверняка работают Blizzard, но играть в которую будут наши внуки, франшизу ждут жанровые изменения. Начнём с того, что Blizzard не будут устраивать конкуренцию между собственными проектами, это не та компания, которая штампует шутеры один за другим. Blizzard занимается долгосрочной поддержкой своих игр, обновляет их, доделывает, и в каждом жанре на этом поле боя и игровой индустрии стремится разместить по одной своей игре. Одной, но на века. Не нужно глубоко копать, чтобы заметить эту закономерность, и поэтому мы сразу можем исключить развитие Диабла в руслах тех жанров, в которых у Близзард и так что-то есть. Диабла не будет ККИ, потому что есть Хардстоун, и не будет ММРПГ, потому что есть Вов. Так что никаких World of Diablo я бы не ждал. Диабла останется РПГ. Но РПГ и РПГ-рознь. Существует четыре главных разновидности РПГ на сегодняшний день. Классический хак-н-слэш, основоположником которого является Диабла 1. Пошаговый РПГ. РПГ от третьего лица в духе Dark Souls или Ведьмака. И РПГ от первого лица в духе The Elder Scrolls или Fallout 3, 4, 76. И я думаю, что Диабла 4 не будет классическим хак-н-слэш, каким были все три части серии, потому что этот жанр функционально устарел, как бы это ни было грустно говорить. В нём нет никаких преимуществ над прочими формами РПГ. Пошаговые РПГ, такие как XCOM или классические Fallout, могут быть ещё более дремучими и ещё более архаичными, но они предлагают игроку свой особенный игровой экспириенс, этот уникальный, неторопливый и осторожный геймплей, а классический, изометрический хак-н-слэш предлагает всё то же, что и третьи личные, Ведьмак или Dark Souls или Dead Space и прочие подобные проекты, но только в урезанном формате. Вот вам сравнение для наглядности. Пошаговые РПГ — это, условно говоря, яблоко. РПГ от первого лица — это бутерброд, РПГ от третьего лица — это пицца, а классический хак-н-слэш — это остатки пиццы со вчерашнего дня. Всё ещё вкусные, конечно. И сложно сказать, что лучше яблоко или пицца. Яблоко здоровее, пицца вкуснее, наверное. Но при всех прочих равных целая пицца лучше половины пиццы. Иными словами, экшн-РПГ от первого лица не заменит пошаговые РПГ, потому что они друг с другом не конкурируют и живут в разных плоскостях независимо друг от друга. Но РПГ от третьего лица, такие как Ведьмак, я считаю, заменят хак-н-слэш, такие как Диабло, потому что такова прямая эволюция жанра. При этом я не думаю, что Диабло 4 могла бы быть РПГ от первого лица, а бы в поэсивании Диабло было бы и ненужным, и немотивированным отдалением от канона, а вот третье лицо — это и современно, и не слишком далеко от классики. Идеально. Ну а варианты с пошаговой Диабло я даже ради шутки рассматривать не буду, хотя я бы от такой игры не отказался. Подытожим. Я ставлю на то, что Диабло будет отвечать за РПГшное направление у Близзард, при этом эти главные популяризаторы изометрического хак-н-слэш официально признают жанр устаревшим, отдадут его на растерзание студиям помельче, и выпустят Диабло 4 в духе Ведьмака или Тёмных душ. Это и устроит большинство фанатов классических Диабло, и заинтересует новую аудиторию, и избавит серию от клейма маргинального проекта для самых стареньких. Близзард смогут с уверенностью инвестировать в такую Диабло без опаски того, что все их усилия окажутся никому не нужными, потому что последний фанат хак-н-слэш умер от старости. В 30 лет. Ну и в конце концов олдскульщики смогут играть в ремастер Диабло 2, в который я продолжаю верить, если уж так им не имется. И, кстати, я думаю, что Близзард должны будут когда-нибудь разродиться аркадными гонками наподобие Need for Speed, на этой нише сейчас отсутствуют игры Близзардского качества, а ниша востребованная, но об этом давайте как-нибудь потом. Таков мой прогноз о будущем Диабло, и таково мое представление о поджанрах РПГ. Каковы ваши прогнозы и представления, пишите в комментариях, а я прощаюсь с вами, до скорых встреч!